Продолжение следует... Что могу сказать, что сейчас в последнее время Шахрияр славянскую защиту играет, то есть это сюрпризом не было. Но в этом варианте после Е3-Е6 очень много порядков ходов и тонкостей и много нюансов. И вот вы видели в партии, то есть черные пытались как бы сэкономить темп на рокировке, чтобы не дать белым расставить фигуры комфортабельным образом. Ну не знаю, в какой-то момент как бы уже такая партия сошла с теоретических путей. Ну такая игра, как бы черные играют очень амбициозно, то есть все-таки темпов много тратят, но... Ну зато меняют фигуры ненужные, оставляют как бы нужно. И вопрос, удастся ли как-то использовать, что белые чуди пережают в развитии, единственный плюс. Ну белопольный слон как-то еще не вошел в игру, вот если я пытался не дать ему войти в игру, ходим в ЦД, но Ж6 очень сильно ход черного сделали. Вот тут... Да, ЦД, потому что для рокировки слон А6 выходит уже, и мне уже это не удастся побить никогда. Кон-Ц5. Да, 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 мой король может и в центре и остаться. Не, 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 Ж6, вот тут правильно, очень сильно. Не, 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 не здесь, в смысле, ЦД-ЦД побил. Да, ЦД-ЦД побил, и рокировка, да. Есть рокировка слон А6, да, сразу есть рокировка. Да, если вместо ЦД рокировка слон А6, а теперь, теперь слона А6 нету из-за конь Б1, такой ловушки детской. Ферр Б2, слон А6, ферр бьет А1, ну и ферр Д2 или ферр Ц. То же самое. Не, ну что Д4 не было. А, да, ну ферр Д2, самое жесткое. Ферр Д2, да. Да, взял, да, взял, и ферр Д2, и ферр попался. Ну такое только в детских учебниках бывает. В партиях все-таки это... Но проблема была, черных была, вот в этот момент, мне кажется, важный момент, ход трудно сделать. Вот Ж6 хороший ход, рокировка еще может. Кон-Ц5 оказалось. Кон-Ц5 я могу, может быть, даже слон Б5. Слон Б5, да. Слон Д4. Слон Д4. Слон Д4. Слон Д4. Слон Д4. Тут, да, здесь мне не понравилось. Вот неприятно, может быть. Вот позиция, скажем, после рокировки, ЕД Ферр Ц5. Ладеев 2. А еще. Да, Ферр Д5 и кон-Ц4, чтобы он Д2. Ну да, мне не понравится тоже. Ну то есть будет Эншпильт такой. Оказалось. Плюс равно. Который. Который не смотрел, я просто отказался. Может так вот. Не, ну в партии такой. И мне не понравилось. И вот этот я тоже думаю. Ж6, да. Вот этот вариант я, конечно, считал его. Рокировка еще был ход. Там слон Д4 видимо не проходит. Да. Я, ну, т.к. рокировка был хорошим. Рокировка просто коне Ф3. Да. Коне Ф3, да. Да, да. Здесь коне Ф3. Сразу сложно не проходит. Коне Ф3 уже грозит, слонож темы. И пойти не знаю. Здесь же Ф3 играть, ну просто где в том, что… Но Ж6 хитрее, конечно, много. Уж-то рокировку делать или не делать это еще черные определят. Ж6-хот как бы снимает атаку белых. Идинственно, что была игра такая. Коне Ф3, если сыграть здесь надо. Да, то словно 6 уже, да. Я рокировку не сделал, я практически хороший ход сделал, и здесь уже могу поменять слона, из-за этого комб-1 нет уже, и чтобы сохранить угрозу комб-б-1, могу только ферзь е1 пойти, я думал, ферзь е1, но на слон на 6 опять-таки идет комб-1, но рокировка теперь, ну и вот теперь как-то пытаться мат, там, ферзь е4, все, ну это, ну это такая игра, что немножко, здесь можно просто слон на 6, плохо можно будет. Но если мата не будет, то белые проиграют, а мат, смотри, но если черным будет очень плохо, допустим, они просто слон на 6, вот взял-взял, всех за 6, кони в 3, ну тут даже f6 пойдут, чтобы уже хуже не было, ну эти да, минимум, это это минимум, это у черных может найти, ну там конь т5 есть такой шок, вот месяц на 6, конь т5, А вот тут еще конь т5 есть, ну это не куда ходить, да, на максимум, да, на максимум, и потом не прятать, не, ну это выбор, выбор, у черных большой же, да, 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 потом всегда кони е4, ну да, да, я говорю, не перей, там, здесь же хуже можно было, да, хуже можно в 2 хода получить, ну е4 тоже такой ход принципиальный, я думал, что удастся перевес получить, Потому что если слон Б7, вот черные бы пошли, слон Е4, да? Да, ЕД, слон Д5, и тут конечно не конь Е4, а слон Е4. Мне это не понравилось. Конь Е4, черные бы побили, и пошли латя Д8, и конь не хуже слона. А после слон Е4, вот латя Д8, ну никак не хуже еще. Может даже чуть перспективнее. То есть слон Е4, ну так, неприятный перевес. Ну да, мне не понравился. Поэтому рокировка. Правильно, да. ЕД надо бить, раз уж котел. ЕД, конь Ф3. Вроде надо играть. Да, ну как-то. И тут ферк Б4 очень сильно. Потому что на конь С5 я бы успел пойти слон С2, я собирался. И теперь если, ну не имеется, слон Ж4 или ферк Б4. Ферк Б4 вообще ферк Д4 исходит. Уже ничего. Да, а тут Ф5 я собирался идти, мне кажется опасно. Атака начинается. Ферк Д4 грозит, Е6 грозит. На Д5 висит. А вот тут Ф5 уже конь Е5 и выхолачивается. Но другого... Если Ф5 не играет, да. Если Ж3 играет, получается. И конь Е5 просто играет. И, например, с темпом Х3 могу идти слон Ж4. Но здесь уже черный успел. Да, черный не хуже. Еще ферзь Е1 единственное. Да, ферзь Е1, да. Вот может быть лучший шанс был ферзь Е1. А если побил бы Ф4? На Ф4 Е6. Вот там какие-то осложнения начинаются, я не был уверен. Конь С5? Конь С5 Е7 может быть. Слон Б5. Вот я не был уверен. Слон Д7 просто, да? Е7. А Слон Б5, Слон Д7, да, не проходит. А тогда да, нет. Вот это мне конь С5 не понравилось, конечно. А тут слон Е2 не было какого-то на басе? А, Ф4 же теряется. А на Д5 там? Ну, это был 8. Ну, там меньше, да. Е3 шаг. Там ферзь Е3 шаг. Неприятно. Вроде как Ф5, да? Е5 надо вроде бы. Не, ну не то, что надо. В смысле, 5 фарсов не те уже практически, да. Может быть, действительно слон Е2 хитрый ход, да? Ферзь Е4, Ферд Д5. Если просто ладью 8, Е6. Ладью 8? Не, Е6 нет, Ферзь Е3. Ну, хотя АЕ1. На самом деле, не я такая умная. Как бы даже слон Е2 ход давал просто в этот момент? Да? Ключ давал, да? Ну, какой-то вот небольшой. Конь С5 есть? Какой? Слон Е2 конь С5? Не, ну, ладью 4, ладью 8. Ладью 1 конь С5. Ну, нормально. Ну, не может в компьютере что-то увидеть там? Ну, там большого не увидят. В принципе, да. С конем же не играешь никогда. Хороший конь С5. Вроде слон ходит Е6. А ничего больше не видел компьютер, да? Ну, так вроде ничего. Вот еще, может быть, видел наш комментатор. Я ничего не видел, естественно, этот компьютер не смотрю. У меня вопрос был. Ферзь Д4 черные не могут пойти на Ферзь Д2? Ну, может, таблет, конечно. Ф6? А, Ф6 просто не Ферзь H6, да? Ф6, Ферзь H6? Не, ну, конечно. Ну, не Ферзь H6. Ну, не Ферзь H6. Как бы Ферзь H6 пойти? Как бы Ферзь H6 пойти? Белый сам могли Ф6 играть. Но это из-за того, что Ферзь Е3. Ну, в смысле Ферзь G5. Я думаю, что опасно. Если не Ферзь G5, так и Ф6 тоже может быть. Ферзь H6, наверное, я бы сыграл. Но там... Да, но я имею в виду, что если Ферзь D2 и Ферзь H6, конечно, сразу белый. Ну, да. Уже сразу... А так, Ферзь Е3 и слон бешил. Ну, я бы хотел с GF сыграть на целом. Потом... Там все-таки не фарсированы. Ну, Ферзь F6. Может, Ладь F4 пошел. Ладь F4? Ладь F4. Даже, я думаю, G4 потом... Ну, белая, как белых, не хуже. Белая не могла, ничего не решать. Ну, это игра немножко, чтобы... Ну, чуть-чуть, да. Соль F5 сразу фарсировать, а GF еще как-то... Ну, там уж подумал, что можно и... Ну, там... G4 там опасно. Здесь... Здесь уже... Ничего. Здесь... Здесь уже... Все партии закончились практически. И, ну, такой вопрос. Шесть туров уже прошло. Половина турнира пройдена. Как Вы оцениваете ситуацию турнирную свою и вообще положение участников в турнире? Кто в форме, кто нет? Можно ли уже об этом говорить? Ну, я ужасно оцениваю свое турнирное положение. Ну, еще пол турнира впереди. Будем бороться дальше. Ну, шесть туров пока. Ну, еще пять туров осталось. Так что... Все может быть. Я думаю, что даже Борис есть шанс первый месяц занять пока. Спасибо. Так что... Пока все еще... Ну, такой... Ситуация такая странная. Все... Все плюс один или там... Не знаю, как это... Я помню, Андрей, я играл в Софье в турнире. Там... Получился, что плюс один выиграл турнир. Выиграл единственную партию, выиграл турнир. И... И... Так что... Ситуация тяжелая. Здесь... Просто состав такой крепкий. Все друг друга можно обыграть. Из-за этого... Такой турнир... Ну, я... Я думаю, что интересный. Так. Потому что мы же не форсируем ничего. Мы же... Не... Не играем десять ходов. Мы играем каждый день. Ну, у меня первый раз, по-моему, такой партии. Тридцать пять ходов сыграл тридцать. А так мы играем... Пятьдесят... Семьдесят ходов. И ничья – это ничья. Так что... Здесь борьба. То есть... Ну, ты думаешь, что благодаря тем правилам, которые были введены, что нельзя это ничью предлагать? Я думаю, что больше было бы ничьи. Я не благодарен... Не благодарю за это, правда, конечно. Мне не нравится так. Потому что... Мне кажется, что... Я из-за этого и пострадал в турнире. Тим-5 Европы. Поражение мне дали. За то, что до тридцать ходов ничью согласились. А так я думаю, что... Ну, не знаю. Ну, например, поэтия, которую мы фейзер меняем в нормальное время, мы сразу смотрим. Сразу согласен. Да. А так мы... Мы так будто шахматные актеры. Мы друг друга смотрим, как ничью сделать, да? Давай поменяем что-то, да? Да-да-да. Так же не играется. Мы же не актеры. Мы люди... Я хочу сказать две вещи. Первое, понятно, что пока, скажем так, есть интрига, партия должна играться. Но когда такие позиции... Ну, это как-то это... Или вот в первом гран-при у наших Риарем Беленджпель там четыре пешки пред в трех, но разноцветные слоны ничья. И мы должны были какие-то дурацкие ходы, трехкратное повторение. Да. Ну, то есть как бы это нарушается естественных событий. Ну, с другой стороны, я вот недавно сейчас книгу читал. Меня пригласили на турнир в Тюрихе, посвященную 60-летию турнира претендентов. Будет в феврале. И я решил освежить в памяти турнир в Тюрихе. Самый яркий турнир, который на партии мы все учились. Там книг Бронштейна, столько идей. Ну, процентов 20 партий завершались в ничью после дебюта. А тем не менее, турнир остался в памяти в истории, как самый яркий. А много турниров, где там игра удерживается по сто ходов, а ни одной партии в истории не остается. Так что тут это не панацея. Я думаю, просто время изменилось. Когда я был молодой, могу сказать, ребенком. Я помню, я получал бюллетени там турниров в Тилбурге. Но я смотрю, там половина партии вообще не игралась. Восемь ходов. Карпов первые три выигрывал. Остальные делали ничьи, потому что первое место фиксировал. Ну и все, а все там тоже в партии не игрались. А сейчас просто, можно сказать, поколение такое. Больше сильных игроков, поэтому больше конкуренции. Поэтому больше интересных партий, больше борьбы в них. Теперь, получается, те дети, которые будут получать журналы, увидят, что партии восемь ходов не длятся. Минимум тридцать получается. То есть, может быть, это и плюс. Это хорошо. Конечно, я говорю, я расстраивался, потому что я был маленький, но хотелось посмотреть, а тогда еще информации не было. Это не то, что сейчас. Зашел в интернет и все, смотри. Там через два месяца журнал приходил, шахматный бюллетень, там какие-то отдельные партии были. И хотелось посмотреть, а, конечно, расстраивался. Но, тем не менее, тут, я думаю, просто нету никаких правил. Ну, сейчас просто шахматисты боевые. Есть турниры без таких правил. Но, тем не менее, сильно это не влияет на... А недостаток, главное, что вот в позициях, где уже, в общем-то, абсолютной интриги нету, приходится там какие-то ходы делать бессмысленные. Ну, а сегодня, в принципе, все удачно сложилось, да? Повторение ходов уже в конце. Не, ну, дело не повторение. Пришлось подмигивать. Не повторение. Ну, там уже за десять ходов, вот как ферзь f5. Ну, вот тут как владеины перешли, а еще подмигивали. А путь владеи f5, ну, все следующие ходы никакой нагрузки не несут. В памяти истории, детей не останутся. А я прошу прощения, можно вопрос? Вот, как представитель еще, ну, хочу сказать, старшего там совсем пока, ну, вот еще заставили, так сказать, советский район. У вас была картотека, вот та самая легендарная, о которой я только слышал. То есть еще до компьютерной, так сказать. Вот, когда там говорят, на карточках все там расписывалось, вносились новые партии. Нет, у меня немножко по-другому было. Мои тренеры, Копингут Альберт, значит, по-другому как-то. Другой принцип был. Мы в тетрадках писали. Ну, в принципе, была в клубе картотека. Я даже больше скажу, что какая-то мне картотека досталась. У меня дома стоит, я не знаю, там занимает, я не знаю, там куча ящиков с карточками. Ну, как-то выбросить жалко. Люди трудились. А польза никакой уже, да, да. А польза уже никакой даже как бы и в компьютер не завести, но как-то сидеть так. Времени много займет без всякой цели. Но стоит дома. Как чемодан без ручки. А как Вы относитесь к предложению Рустаму? Вместо ничьих продолжать играть? А зачем? Ну, такое предложение он вносил, чтобы отменить вообще ничьи. Ну, чтобы всегда результатом заканчивались. Ну, я могу сказать, это предложение уже давно вносилось. Я помню, в девяносто первом году я играл на турнире в Ленаросе. И организатор тогдашнего турнира Рентера, он был такой борец с ничьями. Он тоже внес такое предложение. Но Гарри Кимович Каспаров очень эмоционально прореагировал. И эта идея закончилась. Хотя, ну, потому что мы все трудились, старались. Мы готовились утром, несколько часов работали. Ну, пара закончилась ничью. Я не вижу никакой трагедии в этом. Как бы каждый хочет выиграть. А в нокауте тебе тоже, ну, играют. Тоже ничьих много. Ну, просто, когда сильные соперники играют между собой. Ну, это один из трех возможных результатов. И тут это чисто статистически. Те, я говорю, люди, которые смотрят партии. Реально, как закончилась партия же, значения не имеет. Главное, чтобы партия была интересной. Сколько прекрасных ничьих мы видели, ярких партий. Победы бывали скучные, грубая ошибка. Так что тут разные бывают. Спасибо за ответы на вопросы. Есть ли еще вопросы? Больше? Нет вопросов. Спасибо за участие. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.